Важным органом растения является побег. Главное отличие побега от корня – образование на нем листьев и почек. Вегетативными побегами называют побеги, состоящие из стебля, листьев и почек. Побеги, имеющие помимо этих органов цветки, называются генеративными или цветковыми. Стебель – осевая часть побега. Листья – боковые. Участки стебля, на которых развиваются листья, называют узлами, а участки стебля между двумя ближайшими узлами одного побега – между узлиями. Угол между листом и находящимся выше между узлием называется пазухой листа. В пазухах листьев располагаются почки. В зависимости от степени вытянутости между узлей, стебель может быть удлиненным или укороченным. Стебель выносит листья к свету, на нем располагаются почки, развивающиеся побеги, цветки и плоды. Стебель служит растению опорой, связывает между собой все его части. По стеблю передвигаются вода, минеральные и органические вещества. Стебель выполняет запасающие функции, например, клубни картофеля. У большинства растений стебли прямостоячие, они растут вертикально вверх. Но встречаются цепляющиеся, вьющиеся и ползучие стебли. Прямостоячие стебли бывают древесными, сирень яблоня и травянистыми, кукуруза, калужница. Наряду с обычными, у растений часто развиваются видоизмененные побеги. Они бывают как подземные, так и надземные. Примерами видоизменений подземных частей побега являются корневище, клубень, луковица и клубнелуковица. Все они имеют сходные черты строения, узлы, междоузлия, верхушечные и боковые почки, видоизмененные листья. Молодые стебли древесных растений снаружи покрыты кожицей, которая со временем замещается мертвыми клетками пробки. За пробкой располагается кора. Внутренний слой коры называется лубом. В его состав входят клетки, по которым передвигаются органические вещества и клетки, придающие стеблю прочность. Камбий – слой живых клеток образовательной ткани. Делящиеся клетки камбия дают начало клеткам луба и древесины. Древесина – основная часть стебля. В ее состав входят сосуды и волокна. В центре стебля находится сердцевина, образованная клетками основной ткани, выполняющей запасающую функцию. Почка представляет собой зачаточный побег. На вершине побега располагается верхушечная почка, в пазухах листьев – пазушные почки. Снаружи почки покрыты плотными кожистыми чешуями, которые защищают их от воздействия неблагоприятных условий внешней среды. В лупу на продольном разрезе вегетативной почки хорошо виден зачаточный стебель, на верхушке которого находится конус нарастания, состоящий из клеток образовательной ткани. На стебле расположены мелкие зачаточные листья. В пазухах этих листьев находятся очень мелкие зачаточные почки. Различают листовые, вегетативные и цветочные, генеративные почки. В листовых заключены зачатки будущего стебля и листьев, а в цветочных еще и зачатки цветков. Генеративные почки крупнее вегетативных и имеют более округлую форму. Лист занимает на стебле боковое положение и обычно состоит из листовой пластинки, которая крепится к стеблю с помощью черешка. Нижняя часть листа называется его основанием, а выросты черешка – прилистниками. Не все растения имеют прилистники. Их нету сирени, плюща. У многих растений листья лишены выраженного черешка. Такие листья называют сидячими. Это кукуруза, алоэ, гвоздика. Различаются листья и количеством листовых пластинок на черешке. По этому признаку листья подразделяют на сложные и простые. У некоторых растений листья видоизменяются и выполняют несвойственные им функции. Колючки кактуса – барбариса – защитную, усики гороха – опорную. По расположению на стебле выделяют супротивное, очередное и мутовчатое листорасположение. Цветки играют важную роль в жизни растений. Они – органы размножения. Цветки, содержащие как пестик, так и тычинки, как у яблони, вишни, лилии, называют обоеполыми. Если цветки имеют только пестик или только тычинки, как у тыквы и кукурузы, они называются раздельно полыми. Растения, у которых раздельно полые цветки находятся на одном растении, называются однодомными, а те, у которых они расположены на разных растениях – двудомными. Цветки на побеге могут располагаться поодиночке, а могут быть собраны в группы, называемые соцветиями. По форме различают соцветия головка у клевера, зонтик у примулы, кисть у ландыша, колос у ночной фиалки, корзинка у подсолнечника, початок у каллы и щиток у груши.